Сегодня мы поговорим о золотых парашютах. Президент самой известной международной финансовой компании Гэри Конт получит золотой парашют почти 300 миллионов долларов. Как известно, господин Трамп предложил ему возглавить национальный экономический совет. Ему 56 лет, работает в Голдмане с 90-го года. За господина Кона, конечно, можно только порадоваться. Однако, если бы аналогичная ситуация возникла в России, думаю, что в прессе, в интернете была бы резко негативная реакция. У нас очень любят считать чужие деньги. Более того, люди часто путают министерства и акционерные компании, контрольный пакет акций которых принадлежит Банку России или правительству. Эти акционерные компании – такой же бизнес, торгуемый на фондовом рынке. Вознаграждения российских топ-менеджеров, конечно, намного более скромные, чем в Голдман-Саксе. Однако, данная тема периодически всплывает в прессе. Компании, которые контролируются государством, вынуждены быть прозрачными, вынуждены публиковать данные о доходах своих топ-менеджеров. Частный сектор, особенно финансовый, старается не раскрывать данную информацию. Деньги любят тишину. Плюс часто вознаграждение управляющего на рынке акций, на валютном рынке или аналитика байсайда привязано к прибыли, которую они зарабатывают. Данная информация закрыта, о ней можно узнать только во время дружеской беседы, в какой-нибудь ресторации или во время прочих неофициальных контактах. Стоит отметить, что экономическая теория и шире капитализма рассматривают человека в качестве товара на рынке труда. Спрос и предложение, кто на что учился, кто на что сгодился, это нормально. В конце концов, справедливая цена акции – это та, которая в моменте на фондовой бирже. Справедливая цена человека на рынке труда – это та, которая в моменте на рынке труда, то есть его вознаграждение. В заключении стоит сказать, что все-таки основные деньги не у наемных сотрудников, а у основных акционеров. Дивиденды, доходы от продажи долей. Однако, данная информация тоже очень часто абсолютно не публична. Как было сказано выше, деньги любят тишину. Кто на что учился, кто на что сгодился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...